Предлагаю вашему вниманию второй сервер на проекте Rust Tesla. Сервер без кланов, предназначен для одиночек. Инстакрафт, X2 сбор, постоянные ивенты и мероприятия. Адрес сервера и группа в описании под видео, подключайтесь. Где я играю? На серверах Rusten World. Всё, наш макет дома полностью готов. И что у нас осталось из ресурсов? У нас осталось 2600 дерева, да? Вот, камень придётся нам пускать сразу на, так сказать, ободок нашего дома, чтобы не могли подкопаться к нему. Так, здесь у нас по 150 камней уходит. Опа! Кого-то вертолёт уже гондонит. Значит, кто-то там ползает уже по РТ. А это не есть хорошо. Мы ещё не закончили наш дом. Ну вот и всё, на что хватило наших ресурсов. Чё, остаётся только идти снова фармить, да фармить. Потому что в железяке я не хочу эти боковые превращать в стены, так как через них можно будет подглядеть. Железные стены можно ставить, где печка, например, большая. Та же самая рыбалка. Можно было её заглядить в железо, потому что там, ну чё, подсмотрят и чё дальше. Увидят атом. Ни хера не увидят они. Чё они там увидят? У меня мясо выпало? Ой, смотри-ка, три мяса и причём готового. А вот это круто. Знаете, что очень печально? У меня на этом серваке не изучен огнемёт. Посмотрите, вот этот дом, второй этаж, у него идёт дерево. Мы могли бы туда пробраться. Конечно, для этого второй человек нужен, но, возможно, кто-то из моих тиммейтов скоро подойдёт. Ну вот, и мы могли бы туда пробраться, хотя бы посмотреть, что там. А если что, всколупать всю кирку, если у неё там что-то перевёрнутое. Тоже довольно-таки интересный дом, надо будет его потом осмотреть. Значит, я налутал 6500 дерева, я предлагаю отнести их домой, точнее, заградить дом, да. И думаю, давайте-ка сгоняем в РТ-шечку, посмотрим, чего мы там сладенького такого можем найти. Потому что аэропорт мне очень понравился. Там нам выпало аж две маски крутых. Это, сами понимаете, хай-квалити как-никак. Хай-квалити на хардкоре добывать это очень-очень сложно. Ну и, соответственно, мы должны проверить нашу печку и посмотреть, как там дела. А, что там её проверять-то у неё? А, нет, мы её заряжали. Опаньки, сульфурчик не дал утано её. Это каким-то таким хером. Вот, надо поставить двери. 207 металла было в этой печке, поэтому давай попробуем крафтануть. Во-первых, кодовый замок нам нужен, так. А во-вторых, дверь железная. Где она у нас тут вообще? А, нет, всё нормально. Я думал, нам 200 с чем-то надо, 250 на железную дверь. Поставим её в самом начале. Ну вот, а вторую дверь, не знаю даже, наверное, дерево нам очень надо. Поэтому второй двери, я думаю, не будет. Нам хватит и кодового замка. Где он тут, кстати говоря? А, нам не хватает металла на него. Нет, хватает. А, сотка на него нужна. Чё это я? Надо поставить на крафт. Вот, поставить, конечно, будущий верстак. Мне Растену очень нравится тем, что здесь они сделали верстак 50% крафта, если рядом с ним стоишь. Как было в старом добром Легаси. Вот, здесь они просто зачётно сделали. Всё, дверка у нас стоит. Всё замечательно. Так, теперь кияночку и догрейживать. И смотрите у меня, какая здесь бодяка-то происходит. Хоп, и шкаф у нас исчезает. Поэтому надо что-то будет придумать. А придумать можно будет, наверное, замуровать шкаф где-то с этой стороны. Ну вот. Так что догрейживаем и идём в РТ. Вот, отличненько. Шкаф поставился у нас. Теперь пристройку никто не сможет сделать. Да, конечно, вероятность есть, что с той горы скалы, точнее, с лука разобьют. Но, как бы, вероятности очень мало. Потому что, во-первых, этот дом не каждый сейчас увидит. А, во-вторых, как бы, я думаю, пока мы в РТ ничего не случится. Кстати говоря, собрал сейчас два куста конопли и выпало два семечка. Два семечки. Два семечка. Наверное, так назовём правильно. Которые теперь можно сажать. Коноплю и она будет давать нам, насколько я прочитал в Девблоге, 10 всего ткани. Но, по крайней мере, мы её можем сажать на своей территории. Это мы всё обязательно с вами протестим, посмотрим. И я сейчас начну лутать РТ. Я думаю, чтобы не отнимать время в эфире, так сказать. Я вам покажу общий лут, который я соберу с этого РТ. Вот так, думаю, будет намного интереснее и проще. Вот весь лут, который мне выпал на данный момент. Но здесь есть ещё что полутать. Здесь очень сочные эти, смотри-ка, рецепт. Рецепт женской этой повязки. Но, ух ты, один из патронов красных. Но она и так по умолчанию доступна. Поэтому я не знаю, зачем здесь лежит рецепт. Так, здесь у нас бочек нету. Так, по наму мне выпало 55 топлива. Я был очень удивлён. Коллиматорный прицел, кровать. Вот, кстати говоря, кровать. Надо будет её установить. Значит, здесь ещё я не закончил. Поэтому ещё полутаем. Сейчас я весь всякий шлак выкину. И покажу опять, что я насобирал. И попробуем скрафтить. Подожди-ка, я видел там ящик, что ли, военный или что? Да, военный ящик лежит. Так, давай-ка попробуем спрыгнуть, посмотреть, что же тогда в военном ящике здесь лежит. Ну, очень интересно. Вот он, наш красавчик. Представляешь, там какой-нибудь гранатомет лежит. Так, это надо, оп. Прям паркур, паркур. А, паркура не получается. Ладно, придётся вот так прыгать. Вот они какие. По балкам не перейти. Именно лезь по лестнице. Так, и лежит здесь, смотри. Опаньки. Так, водичку попить. Остальное всё, наверное, выкинуть. Ой, а вот блю-принты я зря выкинул, потому что я хочу всё-таки изучить огнемёт. А, мы здесь могли спокойно пройти. Ну, ладно. Бывает. Смотри, прям вообще сокровищница. Так, это выкидываем, выкидываем, выкидываем. Здесь, опаньки, каменные ворота. И военный ящик. И в нём шприц. Ботинки. Шлем. Заберём. И вот это вот херня. Надо как-нибудь, кстати, её применить. Вот это вот окошечко для трейда. По-моему, она так называется. Но я не знаю. Даже на официалках, я думаю, таких трейдов не придумали. Все будут очковать. Там придёт чувак, допустим, в трейд-окно такой. Дай мне то-то, то-то. И либо застрелит торговца, либо торговец застрелит того, кто пришёл к нему посетителя. Поэтому палка на двух концах. Ну, по крайней мере, разработчики пытаются что-то сделать такое, для чего... Точнее, то, что будут использовать другие игроки. Вот. Но такого на данный момент я пока не видел. А что касается наших отечественных игроков, то для них явно этой штуки не существует. Никто никогда не будет трейдиться через окошко. Обычно там как происходит. Это я покупаю там за такие-то резцы. Так, дроп. Ботинки нормальные. Каменный топор. А, кстати говоря, что это я меч не использую для рубки. Так, что-то у меня лишнее додропнулось в инвентаре. Нет? Нет. Так, давай посмотрим по поводу... Эть. Так, я ещё мышку до себе не сменил. Что-то моя старая X7 уже совсем разваливается. Но зато она мне сколько отслуживала? Года два точно. Да, видите, новые текстуры добавили. То есть покрасили наконец-то здания. Они теперь хоть зданиями выглядят. Они просто не текстурированы хернёй, типа вот этого вот. Так, а сколько надо тебе 10 секунд? Посмотрим эту юбочку, как она выглядит. Так, а по трубам, если мы пройдём, то куда мы попадём? Смотри-ка, я прямо опять рифмую. Опа, вниз. По канализациям в данном РТ я вообще не хочу ходить. Потому что они такие длинные, запутанные. И не факт, что ты вообще что-то в них найдёшь. Так, юбка готова. Давай посмотрим. Так, давай снимем вот это. Не, ну слушай, что-то в этом есть. Как бы ты похож на какого-то гладиатора. Я ещё и с мечом. Жалко, третьего лица на себя нельзя посмотреть со стороны, точнее. Хоть как-то покрутить. Блин, ну слушай, на самом деле женская одежда смотрится на мужском персонаже тоже неплохо. Теперь я буду бегать как гладиатор. Да. Так, ну что, с РТ, я думаю, пора нам заканчивать. Потому что дом наш стоит в незащищённом виде. Поэтому надо возвращаться. Ну что, РТ дало очень много даже хороших вещей. И я этому очень-очень рад. Опаньки, посмотри, а. Ну ты посмотри, РТ прям не хочет меня отпускать. И, кстати говоря, вот у меня появилась небольшая потом идея. Но это, наверное, на будущее какие-нибудь сурвайвалы. Я бы хотел замутить что-то вот с такими штуками. По ним же можно ходить. То есть, если дом как-то... А, если, конечно, рядом с ними можно строиться. Вот в чём ещё может быть косяк. О, смотри-ка, лампа. Неплохо. Её можно в нашей рыбалке повесить. 50 БП ещё. Да вообще просто найс. А вот этот намордник-то выкинуть. То есть, хотел бы попробовать как-то совместить дом с данным лэпом. И посмотреть, что бы из этого вышло. Ну вот, я и добрался до дома нашего. Давай посмотрим, как там дела. Никто туда не залазил случайно. Лучше, конечно, пока открытый шкаф выписывать на всякий случай. Хоть и пристройка я не вижу, но я и дом не отбегал. Так, заново пускай всё будет авторизация. Так, нет, вроде у нас всё в порядке. Значит, пока у нас будет ночь. Конечно, можно пойти фармить. А также мы можем с вами проверить костёр. И вот эту вот штуку, которая... Что это? Ну, короче, опреснитель воды. Вот, как правильно он называется. Так, а здесь мы в доме, наверное, поставим ещё кроваточку. Я думаю, будет неплохо так. Оп, готово. Скидываем лут, крафтим костёр и смотрим на эту штуку. А, и, кстати говоря, было написано в Девблоге, что вернули возможность поставить на шкаф... Слушай-ка, а чё-то и не ставится. А почему так? А вот сюда? Сюда ставится, смотри, а вот сюда не ставится. А почему так? Было написано, что на шкаф вернули возможность установки вот этой вот именно штуки. Лампы керосиновой. Может, ровно по центру как-то? Нет, слушай, как-то вообще не хочет. Так, а как у нас светит лампочка? Ой, слушай, смотри, какая красота, да? О, да. Так, ну, давай здесь тогда установим эту лампу. Ты посмотри. У нас всё такое разноцветное становится. Вот это круто. Как будто свет смешивается. Блин, вообще найс. Так, ладно, приступаем к костру. Всё, готов костёр. Готов у нас опреснитель. Интересно, а вот сюда куда-то костёр поставится? Не, под воду не ставится. А раньше, помню, ставились. Так, ну давай поставим, я думаю, вот тогда вот с этой стороны костёр, чтобы у нас вообще-то всё смешалось прям. Блин, ты посмотри, как здорово. Ладно. Значит, и насколько я знаю, сверху у него устанавливается этот опреснитель. Нет. Нет. А что такое? Почему? Не устанавливается. Может, надо костёр погасить? Нет, всё равно не устанавливается. А что за бодяга? Может, я с этой стороны должен дойти? Оп. Нет. Хорошо, тогда давай попробуем, может, с него убрать всё надо? Нет. Что за бред? Почему? Ребят, не устанавливается опреснитель. А на что он? Нет, было написано, что устанавливается сверху костра. И вот он говорит, что типа, может, его красным сделать? Хоп. Нет. Не устанавливается, ребят. Не знаю, в чём проблема. Возможно, будет сегодня какой-нибудь фикс, где исправят этот баг, потому что это явно похоже на баг. Интересно, а что там? А, в него заливается вода. То есть, ведра, получается, при выключенном костре, иначе мы костёр свой затушим. Да. И потом она начинает закипать, и у нас получается нормальная вода. И получается ещё, опять-таки, получается, что оттуда прям можно будет пить или наполнять бутылки. Ну, вот как-то так, наверное. Так, значит, я подлутался. У нас почти 10 тысяч дерева и немного камня. Надо возвращаться домой. Я вот так вот всё хожу и думаю, а вы представляете, вот так вот те, кто одиночки играют, строят вот такие же вот дома, и потом на следующий день заходят, а их зарейдили. Это просто жесть, сколько времени уходит. Поэтому готов отдать должное. А теперь понятно, что они так бомбятся. Вот, потому что один я, конечно, играю иногда, но это либо без записи, либо с записью, но это бывает очень-очень-очень редко. Обычно мы начинаем с Тимой сразу. Ну и, конечно же, всё и добывается в разы быстрее. Вот. Ну, на самом деле, я бы очень расстроился, если бы вот так вот я вышел, да, оставил дом. Тем более, если он недостроенный, то это вообще печаль, беда. Грибочки я теперь собираю. Надо будет рыбалочкой заняться, установить ловушки эти, и на грибы ловить рыбку нашу. Да, и меня тут маленько бомбануло, и я всё-таки решил эти фундаменты убрать, чтобы они не засоряли сервак. Поэтому каждый раз, когда буду бегать туда-сюда, буду по одному фундаменту выносить. Вот так вот. Значит, нам, по идее, я там кого-то видел, что ли, нужно теперь потолком застроить вот эту вот часть, и я должен установить куда-то печки. И причём я хочу поставить две печки больших, а не одну по стандарту, чтобы у нас могло в одном, например, сульфур жариться, во втором металл. И получается у нас лучше всего делать выход именно с рыбалки. И это где-то примерно здесь, оградить территорию. Поэтому мы должны установить для начала эти печки. Одну печку я нашёл в РТ, а другую печку я нашёл... Нигде не нашёл. Другую печку, говорю, нашёл, разговариваюсь. Другую печку нам придётся крафтить. Вот в чём беда. Я надеюсь, что нам хватит ресурсов, потому что туда нужно... Подожди, а что туда нужно? Расскажи-ка мне, друг. А туда нужно... Она вообще у меня изучена, вот в чём вопрос. Так, наверное, я её где-то... Нет, я её там ищу. Да ладно, ты прикалываешься. Она у меня не изучена. Или изучена? Изучена, да. 75 топлива надо и 500 камня. А, и 600 дерева. Да нет, что-то вообще. Изи. Скрафтим её. Так, забираем вот это. Так, ну и всё, по идее, готово. Да. И пойдём примерим эти две печки. И какой-то из этих придётся выбивать. Из этих стенок. Пока у нас крафтится печка, я сделал, значит, поднял башни до второго этажа, закрыл всё потолками и решил, что будет намного проще, если я сделаю два люка, чтобы наши тиммейты, короче, не путались там, не ждали друг друга, пока там кто-то залезет и так далее. И пора бы уже вот это дело тоже будет загрездить, но это сейчас не столь важно. Главное, что мы... О, ободок. А, ободок. Ободок я тут и сделал. Ага. А вот это я что-то забыл сделать. Ну вот, теперь всё готово. Печка, значит, 0 секунд. Отлично. Всё, я взял две печечки, пошли пробовать их примерять. Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Мне очень повезло, то, что на этом мелководье всё довольно-таки ровненько. Нет никаких бугров и так далее. Так. И установим мы их. Давай как-то... Ну, желательно-то, конечно, впритык ставить. А вход делать... Значит, вот здесь вот у нас стоят полки, здесь у нас стоит... Ага, понял. Нет, придётся с ящика делать выход. Так, а что вот ты уровень-то меняешь свой? Не надо мне его менять. Так, вот так вот раз. Раз, да? И... Вот так два. Смотрим. Ах ты ж, ё-моё. Да, тупанул, конечно, тупанул. Но ничего, застроим сейчас. О, ты посмотри, как всё круто получается. У нас прям... База целая получается. Так, и здесь застраиваем, соответственно, всё стеночками. И надо будет замуровать всё шкафами, поставить и на расстоянии шкафы и так далее, чтобы никто не делал нам никакие пристройки, потому что меня это, честно говоря, всё очень достало, что к нам пристраиваются и так далее. Надо сразу всё это сделать, чтобы потом не париться. Так, ну всё, тогда я грэжу нашу печечку и опять надо идти лутать. Я практически сломал свой топор, я голоден, у меня голод 34, короче, у меня только сытости, всё очень печально. И лутал я, получается, сколько, 17 тысяч дерева. Ну, конечно, топор у меня был не абсолютно целый, где-то чуть больше половины, но, тем не менее, этого нам должно хватить на то, чтобы застроить печку и как-то её улучшить. Но у меня, на самом деле, уже глаза стекленели, таращатся на эти брёвна, эти деревья. Это просто жесть какая-то. Это я отдельно вышел, получается, тупо за деревом. Теперь также надо будет отдельно выйти за камушком. Довольно-таки внушительно уже выглядит наша база. Ну, по крайней мере, в ширину точно внушительно выглядит. И я понял, где мы будем делать выход к печке. Выход к печке я вам сейчас покажу, где. Кстати говоря, вот здесь вот нам надо установить где-то. Да, вот это вот, а то что-то как-то меня раздражает запрыгивать. Оп. А здесь что смог, я в камень заградил. Выход к печке мы будем делать вот здесь вот. У нас же тут стена, типа, идёт. Да? Да. И вот здесь будет удобно. Придётся, конечно, от всего этого избавляться. Но нам и пришлось бы от этого избавляться, потому что всё-таки это место для рыбалки, а не основной дом. Всё, значит, пошли застраивать нашу печку. Догрейживать и застраивать. Вот так вот у нас получилось. То есть, два этажа. Но если мы будем поднимать наш дом, то получается, надо будет и печку поднимать. Это желательнее всего. Так, всё. Теперь мы можем застроить вот здесь вот всё. Да? Так, переворачиваем и переворачиваем. Берём железный топор. Но у крафта придётся либо репайр построить, поставить точнее. Нам репайр нужен, как ни крути. Поэтому нам нужен на него металл. Дерево у нас осталось. Осталось ещё у нас дерево. Починим тогда топоры. Как раз у нас тут их получается два. Вот металлчик. Вот ещё дерево у нас имеется. Так, репайр. Вот он, крафт. Чтобы у нас и крафт быстрее шёл, и отремонтировали. И начнём выбивать вот эту стеночку. Готово. Всё, я отремонтировал. И теперь надо идти выбивать эту стенку. Погнали. Вот и всё. Замечательно. Теперь я крафчу сейчас... А, уже скрафтил отлично ящик. И нам надо всё это дело здесь перенести. Вот с этого ящика в эти два. И, в принципе, чё. Наши печки готовы. Их можно заряжать. То есть, подстроиться к ним. Сейчас никто не подстроится никак. Везде в билдинг. Но надо будет, говорю, заняться этими шкафчиками. Обязательно. Это дело нельзя прошляпить. Всё, двери у нас установлены. Амбразуры у нас установлены. Всё у нас круто. Пойдём надо с большой печки, то есть, забрать металл. И, наверное, скоро ночь будет наступать. Я отправляюсь за камушком. Что за жесть? Вот это тени. А что это? А, это от проводов, что ли? Сейчас посмотрим, сколько у нас там металла осталось. Ну, там, по-моему, по херне осталось. По 70. То есть, это, конечно, уже не украли. Нет, это не украли. Забираем это дело. Относим в дом. Пятихатка у нас получилась, да? И идём за разным видом камня. Ну, вот, кажется, и пришёл конец моей кирке. Нет, смотри-ка, затащила. Значит, мы имеем 10 тысяч камня, 1000 сульфуры, 3000 с половиной металла, плюс 21 хай-квалити. Ну, что ж. Это, в принципе, неплохо. Но, не то, чего бы я хотел. Потому что 10 тысяч камней, это вообще ни о чём на наш дом. Надо больше. Надо ещё больше. И тем более... А, я ещё прикормку собираю. Видите, 20 этих грибов собрал. В пустыне этих грибов очень-очень-очень много. Вот. И будем тогда... Наверное, да, надо построить эту ловушку для рыбы. Вот, уже можно мутить её. Потому что клофсов у нас много. И то, что сейчас на карте очень много вот этих вот файберсов, это, короче, они все посаженные. Потому что я обратил внимание, что их просто пачками. Думаю, зачем разработчики добавили столько этих файберсов? То есть, теперь их сажать можно. Собрал, а их по 10 собираются. То есть, это не оригинальные, так сказать, а именно посаженные. Вот. Так что имейте в виду. Вот, по 10 и плюс 1. Это семечка. Всё, тогда я возвращаюсь домой. Я забрался довольно-таки далеко от дома. Возвращаемся домой. Грейдим в камень там всё. И строим рыболовные ловушки. Всё, я вернулся домой. И в первую очередь я должен сделать люки. Нам надо срочно люки и установить вот здесь вот дверь. Поэтому хватаем, где там наше дерево, 3000 металла. Плюс вот у нас 4800 металла есть. Надо срочно заряжать печки. Потому что я так подумал, что, во-первых, через печки могут дойти в основной желудок наш. А также через люки. Ну, через люки там ладно. Хер с ними. Они попадут к шкафу. Но его можно же застроить, правильно? Поэтому нам этого не надо. Сделаем, значит, вот эту штуку. Здесь распределим. И вот здесь вот 5000 попробуем распределить. Готово. Обе печки у нас работают. Я очень жёстко тупанул. Я сейчас мог просто потерять всё к херам. Потому что элементарный подсад на второй этаж. Здесь заходят, во-первых, лут. Во-вторых, все шкафы. Короче, это жесть. Это такой сейчас фейл мог быть бы. Это мне повезло, что сейчас народ только начинает заходить. Надо срочно всё это закрывать. Так, значит, чтобы это всё закрыть, металл у нас плавится, да? Значит, надо поставить люки. И второй этаж срочно закрывать. И как раз, да, туда надо использовать весь этот камень, наверное. Потому что дерева у меня очень мало осталось. Забираем все эти наши принадлежности. Блин, вот это я, конечно, вообще просто жесть, что замутил. Так, поставим пока лестницу здесь обычную. Да уж, да уж. И застраиваем здесь этот этаж полностью. Всё готово, всё загрейжено. И осталось у нас камня 2600. То есть, видите, весь этот этаж, и то это я башню не грейдил. Ушло, грубо говоря, 10 тысяч камней. А учитывая, сколько я его лутал. Короче, жестоко, всё жестоко. Так, что у нас здесь имеется? 240 металла уже, отлично. А здесь 181 металл. Всё, можно приступать уже к люкам и дверям. Так, а здесь же я освободил этот, надо разбить этот ящик. Блин, печально, что вот лампу нельзя убрать. Субтитры создавал DimaTorzok